Добрый день! Сегодня мы поговорим о красной икре, такой вкусной и разной. Рассмотрим виды охлажденной и замороженной икры без консервантов. Вся красная икра называется лососевой, поэтому на каждой банке должно быть указано название икры. Также икра делится по сортам. Мы продаем икру первого сорта или еще часто ее называют премиум. На этикетке прописан состав. В охлажденную икру входят допустимые консерванты Е200 и Е211. Иногда добавляют пищевой глицерин Е422, он нужен для сохранения влаги в икре. На дне банки указаны две даты. В первой строке указана дата вылова, во второй дата распасовки. Именно с нее начинается отчет срока хранения икры. Охлажденную икру хранят 3 месяца при температуре минус 4-6 градусов. В бытовом холодильнике не более недели, а после вскрытия упаковки не более 3 суток. Икра кижуча – это ценная икра, которая не добывается в промышленных масштабах. Цвет чаще темно-красный, достаточно мелкие икринки с характерной горчинкой. Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, считается наиболее полезной. Икра горбуши – это самая популярная икра. Икринки у нее среднего размера, оранжевые, с нейтральным вкусом. Является хитом продаж. Икра неркие для настоящих ценителей. У нее мелкие икринки яркого цвета. Вкус насыщенный, пикантный, с легкой горчинкой. Икра киты тоже приходит охлажденной в наш магазин. Но самый популярный и вкусно считается икра замороженная без консервантов. Срок хранения такой икры – 12 месяцев. Для того, чтобы получить вкусную, правильную икру, ее необходимо размораживать в холодильнике 6-8 часов. А после разморозки хранить в закрытом виде в холодильнике не более 48 часов. А после вскрытия упаковки не больше 24 часов. У киты икринки крупные, светло-оранжевого цвета. Придется по вкусу любителям более мягкого, сливочного вкуса, с выраженной жирностью, без горчинки. В отличие от вышеперечисленной дикой икры в продаже есть аквакультура. Это икра форели. Это самая мелкая икра ярко-оранжевого цвета, с нейтральным вкусом. Икринки более упругие. И наш бонус. Для сравнения мы взяли имитацию красной икры или синтетической икры, как ее еще называют. Чаще всего имитируют лососевую и осетровую икру. В процессе производства используется мясо осетровых, лососевых видов рыб или просто водоросли и желатин. Как же ее распознать с первого взгляда? А проведем эксперимент. Нальем в две чашки горячую воду. В первую чашку добавим имитацию. Такая икра или полностью растворится, или, как видно на видео, вода останется прозрачной, но на поверхности появятся капельки жира. Во вторую чашку опустим настоящую икру. За счет большого количества белка в воде образуются белые хлопья. Это самый простой способ определить, досталась вам поддельная икра или настоящая. Так какая же красная икра самая вкусная? Ответ прост, та, которая вам нравится больше всего. Мы советуем попробовать все виды икры, ведь она такая разная и у каждой свои нюансы. А если у вас остались вопросы или есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео с рецептами и обзорами продуктов.